Ну а для вас самые яркие и интересные моменты этой встречи, которая завершилась счетом 3-1. Первый период для обеих команд прошел достаточно осторожно, не без нарушения правил, скажем так, но воспользоваться игрой в неравных составах коллективы не сумели и счет открыть не получилось, во многом, конечно же, благодаря отличной игре вратарей. И, соответственно, в раздевалку команды ушли при равном счете, при нулях на табло. Только после перерыва, соответственно, удалось открыть счет в этом матче и открыли его югорчане. Практически в самом старте, на самом начале второго игрового отрезка удалось оформить югорчанам первый гол, но были попытки взятия ворот и раньше, а автором шайбы стал Идар Шексадаров, сумевший найти вот прежь в обороне и небольшое там пространство между ловушкой и щитком, куда шайба залетела за спину галкипера. Ответ от Сокола не заставил себя, по большому счету, долго ждать и недолго. Радовались болельщики, недолго Мамонт танцевал, и Сокол ответил точным броском 16-го номера. Евгения Богдана Потехина точно под перекладину, который сравнял счет во втором периоде. И при счете 1-1 команды и ушли в раздевалку. Соответственно, все самое интересное было приготовлено коллективами на третий игровой отрезок, в котором югра отличилась двумя заброшенными шайбами. Первая была вновь за авторством Ильдара Шексадарова, который на старте периода получил отличную передачу из глубины своей зоны и сумел переиграть, перехитрить Лазепникова, закатив шайбу за его спину. Ну и, соответственно, второй раз вывел команду вперед. В этот раз уже не сумели отыграться гости. Были попытки тут и опасно штурмовать, и, соответственно, булит был назначен после вот этих действий Кирилла Лямина. Но главный бомбардир команды гостей Илья Скворцов не сумел переиграть Владимира Сахацкого. А югорчане сумели. Шексадаров, Степанов, Поляков. И Степанов ставит жирную точку в этом матче, забивая третью шайбу в игре для Югры. И с счетом 3-1 Югра одерживает победу. Поздравляем еще раз с югорских фанатов. Фанатам Сокола желаем всего самого наилучшего и радоваться за свою команду в других встречах. Поздравляем наставников с днем тренера. Сегодня югорчане подарили Эдуарду Константиновичу и тренерскому штабу подарок. Ну а с вами был Ермаков Петр. Субтитры создавал DimaTorzok